Проект застройки Николаевки вынесли на публичные слушания. Они идут прямо сейчас в администрации железнодорожного района. Участники обсуждают плюсы и минусы будущей застройки. Напомню, под снос в Николаевке попали больше 200 домов, бань и гаражей. На их месте появятся высотки. Виктор Бородин также приехал на слушание. Витя, добрый вечер. Расскажи, какие настроения у пришедших? Слушайте, начались буквально 5 минут назад. Пока все спокойно. Люди еще подтягиваются. Сейчас на месте, наверное, человек 50 уже собралось. Также здесь и застройщик, и представители власти. Они как раз и представят будущий проект застройки Николаевки. Ну а теперь давайте немного поговорим о планах. Случить участков от будущей застройки составит почти 150 тысяч квадратных метров. Сейчас там стоят деревянные дома, бани, гаражи. Всего больше двух уже построек. Их планируют снести, а вот денежную компенсацию собственникам должен выплатить именно застройщик. Однако сколько именно люди получат, пока неизвестно. И вот вместо всего перечисленного на месте появится новый жилой микрорайон. Уже известно, что дома там будет высотные, не меньше 9 этажей, согласно документации. Однако перед инвестором задачу поставили не просто застроить все жильем. Должны быть и социальные объекты. В планах школа на 1200 мест и детский сад на 270 мест. Пройдут также и работы по благоустройству. Напомню, сейчас в Николаевке идет еще строительство новой дорожной развязки. Она проходит по улице Волочаевской. Работа там закончится в октябре. Это позволит жителям студгородка напрямую выезжать из своего микрорайона на Николаевский проспект. И на этом у меня пока все. Однако в эфир мы еще вернемся в 19.30. Отсюда со слушанием. Так что следите за новостями. А пока передаю слово студии. Спасибо. Напомню, в студии был Виктор Бородин. Мы будем следить за этой темой. А пока переходим к другим.